С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам ее надо потреблять и больше потреблять электрической энергией, потому что у нас ее будет даже с избытком, если мы, как сейчас, будем использовать нынешние мощности, плюс добавится. И это чистая энергия, и сегодня тренд в мире вообще, переход на чистую энергию. Ну и мы меньше будем зависеть уже от природного газа, где-то миллиардов на 5 кубов меньше в год мы будем потреблять природного газа по нашим расшетам. И вот вы вносите предложение по потреблению электрической энергии населением, и главный вопрос, как стимулировать население потреблять электрическую энергию. Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению, что если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите, будете платить по более высокому тарифу. Совершенно верно. Механизм компенсации затрат населения при увеличении потребления в индивидуальных действующих жилых домах. Да, мы можем им помогать, компенсировать будем, но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будете платить по полной. За свои деньги. Да, за свои деньги. Мне нужна здесь консультация соответствующая, ваша, из чего мы исходим, потому что вопрос касается населения, ну и чтобы мы не перекинули этот вопрос полностью на население. В каком плане? Учет должен быть организован. Если мы просто запишем на бумаге, а население окажется неспособным это сделать. Вот это меня больше всего волнует, чтобы не бабахнули по голове людям и потом будем откручивать назад, если что-то не так. Поэтому я вас и пригласил, чтобы вы мне доложили, как это будет выглядеть. Да, людей надо стимулировать к тому, чтобы потреблять электрическую энергию. Это и безопасно, это и нужно, да и с точки зрения экономики это важно. Это я абсолютно поддерживаю. И, конечно, надо подталкивать людей, я с этим тоже согласен. Но этот толчок не должен быть смертельным, если так по-народному говорить просто. Вот это меня больше всего волнует, чтобы мы тут не нахомутали, чтобы это было спокойно, постепенно и как мы будем действовать тактически. Александр Ильич, ну это уже второй шаг по сути. В 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения. Поэтому это уже в развитии. И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд и пищеприготовления, и отопления, и горячего водоснабжения. Поэтому это второй шаг. Теперь мы говорим, что в тех домах, которые уже построены, где люди живут, тут тоже надо дать определенный стимул для того, чтобы увеличили использование на эти цели электрической энергии. Ну, идет системная работа.